Дамы и господа Так, ну, как видно, смотрим флипсайд Руэмпайр, завтра будем смотреть победителя против команды Релакс и проигравшую против команды НекстКЗ Это будет завтра в 9, ну а сегодня же, сегодня у нас здесь все достаточно интересно, уже были достаточно занятные матчи Ну и здесь пошли пики баны, банят визажа, банят лайфстилера флипсайд, Тим Эмпайр банят Элдер Титана, банят Алхимика И берут себе Веномантер первым пиком Высоко санит саппорт, видно И ждем первых пиков От команды флипсайд, у них минута 20 есть, есть время подумать Появляется Тимберсол Так вот, достаточно агрессивный такой заход, странный флипсайд, показали своего флейнера Ну и не удивлюсь, если какой-то хороший саппорт в передаче к нему появится Например, та же самая Кристал Мейден, достаточно очевидный выбор Визажа сами забанили Пока размышляет Ну и пока можно посмотреть на группу А, группу А мы доиграли вчера Результаты Вот вам, пожалуйста, на экран Ну, как видно, достаточно интересная была группа Рокскиз, Виртуз Про, Пауэрэнджерс, Зерри Трай В итоге из группы вышли Виртуз Про и Пауэрэнджерс Переходят они в плей-офф Плей-офф у нас начнутся в понедельник А с командами Зерри Трай и с командой Рокскиз мы уже распрощались Так, ну что, возвращаемся, мы обратно в драфт Появляется здесь Никс Асайсен для флипсайда И в то же время появляется инвокер для команды Эмпайр Инвокер в последнее время у нас чуть ли не в каждом матче Поняли команду, что очень удобно Он персонаж как для сплит-пушей, так и для тимфайтов Идеально подходит То есть, уже видели мы достаточно страшная комбинация Инвокер плюс Фуэрэн Плюс еще какой-то товарищ с пуш-потенциалом Отбиваться от этого просто невозможно И в то же время, если драка завяжется Проказ своего вера даст Достаточно больно Бросается метеорами Всем таким прочим дефтинг-бластами Так, ну и здесь наступают баны Вторая фаза банов Видит Никса, понимает, что Ну, скорее всего, саппорт, конечно Можно Никса отправить на мид Но это не самый лучший вариант Думает, кого банить в Team Empire Ну, здесь зависит от того, куда отправится инвокер Если отправится на мид Не удивлюсь, если в бан отправят от Вол Деваура Чтобы тот не воровал интеллект Не перефармил инвокера Ну, и стоит подумать, чтобы флипсайд не набирали Не набирали таких вот тимфайт-героев Уже, в принципе, достаточно агрессивно все выглядит Тимберсоник с Ассасин Банит Сларка Ну, такой вот заход от Empire Сларк у нас и редко появляется, но С переменным успехом пока что То есть Пока что прямо-таки утверждать Нельзя, что это прямо-таки материал для первого пика Для первых банов Но изредка заходит Ну и флипсайд Понимаешь, что инвокер будет стоять олайн Банит сразу фуриона Они знают про эти все Про последние тренды в курсе, видимо Смотрели они наши последние игры Представляют, как это делается Ну, действительно неприятно То есть фурион инвокер Купили каждый по Мидасу Купили каждый по Некрономикану И вот уже от них Просто не отвязаться У одного Фор Спирита, у другого Триенты Самонов огромное количество Все это наседает со всех сторон И по карте метаться За ними просто замучаешься Всех не убьешь Эмпайр банит Кристо Мейден Триента банит Флипсайд Триент протектора Так, ну и здесь Пора делать третий пик Флипсайд задумались у них Первый пик после этих банов Можно какого-то сильного героя Попробовать себе сейчас украсть Будь то кэри, будь то саппорт Перекрываются они по саппортам То есть по одному саппорту Нужна каждая из команд Ну сейчас подумаем Было бы неплохо Какого-то рейнджового саппорта Никс Асасина Это конечно замечательно Но пока он доберется Стану мне конечно Достаточно длинный Но иногда нужно Подобраться чуть поближе Посмотрим Появится ли кто-то вроде Рубика здесь Ну, возможно Будет какой-то джанглер Вместо этого Но одним Никсом Скорее всего не отделывается Здесь флипсайд Это будет просто Недостаточно Но минута времени у них есть Есть время подумать Прикидывает Понимая, что пуш Возможно серьезный пуш от Эмпайра Учитывая, что есть уже Виномайсер с плейгвардами Что есть инвокер с форспиритами И возможно появится Еще некорономика Надо сообразить Как этому противостоять Как делать так Чтобы и подраться Можно было Если что 5 на 5 И в то же время Можно было перемещаться По карте Как-то ганкать Товарищи сплитпушеров 15 секунд всего лишь Задумались Задумались Флипсайд Появляется Кипер оф зелайт Вот уж Кого мы давно не видели Похоже Именно кипер оф зелайт Будут пытаться Как-то отпушить Но не уверен Что это лучший вариант Сейчас узнаем Возможно Есть какая-то задумка Под кипер оф зелайта Появляется нага Клокерка берут Тим Эмпайр Между тем Так Ну что Есть подозрение Что это фармящая нага Которая будет заливать Ману И которая будет Просто рассылать Свои иллюзии На все 3 лейна Это может работать Ну Если не это То это Никс Который будет стоять Соло лейна Но это не самый лучший вариант То есть это действительно Скорее всего Кэрри нага И скорее всего Осталось здесь Кого-то нами Теперь флипсайд Тем временем Появляется Лунау Эмпайр Берут своего кэрри И последние баны Начинаются Флипсайд Видит есть Клокерка Есть оффлайнера Видит есть Инвокер Отправится на мид Остался последний Какой-то саппорт В передаче Коиномантеру Желательно Какой-то Понадежнее Станк Какого-то Рейнджоу Героя Было бы здорово Банит Бэйна Вот как раз Тот самый вариант Для Эмпайр Который бы Неплохо им подходил Ну и последний Бан от Эмпайра Они примерно Представляют Что Что будет происходить То есть Если будут драки Навязываться Нага поет Песню Все расходятся Либо наоборот Песню поет Инициирует Влетает Имперсов Всех убивает Подолиминейт Это вполне неплохо Работает То есть Комбинация Присутствует Баня Шторма Ну и сейчас Посмотрим Кто объявится Кто отправится На мид Странный Флипсайт Будет ли это Кто-то вроде Пака Либо же что-то Возьмут Более подходящее Немного Для пушей То есть Например Того же самого Драгонайт Я удивлен Что мы не видели Практически Насколько я помню Совсем мы не видели Драгонайт На этом турнире Кстати, как-то я Только сейчас Это понимаю Учитывая все остальные матчи Которые мы смотрели До этого Это Илан финала Дэд Вайл И все такое прочее Драгонайт Здесь Похоже Совсем не нравится Русским командам Появляется Queen of Pain Вот про кого Совсем забыли Ушла Она была практически Со сцены Но Как видно Изредка появляется Этот товарищ Так, ну и Последний саппорт Лимпайр В принципе Любой саппорт Здесь подойдет Будь то джанглер Какой-то Например Тот же самый Ченен Чантрас Либо же просто Какой-то Какой-то человек Просто с каким-то Дизейблом С каким-то полезным Сплом То есть здесь Наверняка не сказать Выбирают Ну, кстати Возможно Сайленсер для Ванскора Уж больно любит Он этого героя Насколько я знаю Как раз думать Стоит ли его Избрать Сайленс Здесь действительно Будет полезен Практически все Герои будут страдать Флипсайд От неприятного Своевременного Сайленса То есть это Либо до песни Либо же Сразу после песни Ломать комбинации Ну, решает Решает Все команды Сейчас Empire Ну, по тимфайтам Давайте подумаем Луна, конечно Есть с эклипсом Но здесь С обоих сторон Тимфайт основан На комбинациях То есть На комбинациях И на кулдаунах То есть Пока есть Соник Вейв Пока есть эклипс Можно будет Попробовать Склеснуться Поражаясь Каждой по кнопке То есть там С одной стороны Хукшот Поезд Новый эклипс А с другой Нага прожмет песню Зарядит свой Элиминейт Кипервзлайт И покричит Queen of Pain То есть Если это не сработает Если как-то Переиграет противник То тогда уже Придется отходить И ждать кулдауна Появляется Рубик Рубика взяли Ванскору Никаких сайленсеров Нужен какой-то Дизейбл надежный Ну и плюс Воровать спелы Очень много Полезных спелов Для Рубика Практически все спелы Ему Приятны будут Начиная от Энснейра Который пробивает Блокимбар Заканчивая Сонговый сайрен Соник Вейв И тому подобными Различными Заклинаниями Пропал куда-то Товарищ Который играет На виномастере Ну и сейчас уже Начнем смотреть 10 секунд Десять секунд Ну и сейчас поставят Паузу Дождутся флая Как я понимаю Флая отошла куда-то Драфт шел достаточно долго Иногда игроки Просто отходят Если участие Они не принимают В обсуждениях Ставят паузу Ну что Давайте смотреть пока Кто где Кто на ком Страна Эмпайр Ванскор на Рубике Сайлент на Луне Маг на Клокерке Резолюши на мид Отправится инвокера Ну и остался Собственно Товарищ Лосуану Флай Который будет играть На виномастере Страна да Эржа Флипсайд Рум Нофир На Тимберсо отправится Офлэнс Как я понимаю Алоха Дэнс Квин оф Пэйн Стенден Квюрье Никс Ассасин Стенден Илюшка Нага Сайрн И Энлайт На Кипров Злате Ну посмотрим Посмотрим Как получится Провернуть Флипсайд Свою затею Как я понимаю Затея именно такая Что Нага фармит Фармит как можно быстрее Потом они вдавим С Квин оф Пэйн Начинают Либо Устраивают комбинацию Дерутся Как я уже описывал То есть поют песню Кричат Там заряжают лошадей Влетает Тимберсоу Либо же Если все пойдет не так Пытаются Начинать сплитпушить Квин оф Пэйн Это вполне может делать То есть появится Некрономик У Квин оф Пэйн Энлайт Поможет Перемещать по карте Героев Сплитпушеров Если что Если не будет Быть софт тревел Ну и Нага То выглядишь На фармит Она если радианс Мы уже видели Что Нага с радиансом Это не шутки То есть Иллюзии пойдут По всем треймлейнам Будут отпушить Нага будет богатеть Справляться с этим Достаточно сложно То есть Надо ловить Как-то настоящий Нага находить Убивать Возможно здесь Неприятность Для Эмпары Если игру А не затян Флай Звоните Своему провайдеру Так это выясняется Похоже Какие-то неприятности У Флая Ну если что Пока паузу Мы не отжимаем То есть Если что Сейчас подождем Если у него Какие-то неприятности Либо ремейк сделаем Либо еще что Рехвостнем Похоже Выблез Со всем товарищей Ну кстати Пока что в игре Вроде как Да вот Вчера у Габлака У нас были проблемы Было неприятно Очень Надеюсь Этот раз Как-то попроще будет Появляется Появился На мастер Вроде заспаунится Гоу Давайте Ожимать паузу Надеюсь Не будет он летать Туда-сюда Как у нас Делал вчера Товарищ Габлак Ну здесь понятно Что от игроков Это не зависит Там Все очень сложно Технические Неполадки Все эти И так далее Так Ну что мы видим В первую очередь Забегают Забегают Сторон топа Вбегают Все вместе Эмпайр Хотят Похоже Кого-то Подловить Хотят Расставить Варда Аккуратно Что никто Им не мешал А флипсайд Аккуратно Расходится Просто по лейнам Эмпайр Похоже Имеет Какой-то Хитрый план Пропинговали Кусты Возможно Здесь Где-то За угол Спрячутся И потом Будут Как-то Подлавливать Венус гейл Уже вкачан Рубика Появляется Телекинезис В любом случае Они другие сплани Стали бы вкачивать На первом уровне Аккуратно Паровозиком Не подают Виду Проходят В лесу Нет никого Совершенно То есть Флипсайд Совершенно Не забудут Что происходит В их лесу Поэтому Кто-то Похоже Мискликнул Вперед Пускает Вонскоро Как товарищ Надежно Дизейблом Вторая Луна С яурой Мага Вкачан Коги Прошлись Проверили В лес Никто не смотрит Ну вроде бы и ладно Можно сходить Забрать руну Посмотрим Кстати Возможно Будет агрессивный Трейлейн Сейчас То есть Мага Можно отправить В принципе На ботлейн Но решили Что Лучше Сайлен Спокойно Пофармить Не к чему Рисковать Хоть и могли Конечно Попробовать Нагу Погонять Нагу Немного В ранней игре Неплохая идея Но решили Что Не стоит отдавать Опыт Тимберсоу То есть Лучше Погонять Тимберсоу На самом деле Пострашнее Будет в мидгейме Флай Находит Дабл дэмэдж Сейчас посмотрим Возможно Прибежит с ним Куда-то Что-то Осуществит Но пока что Просто забирает И пошел ждать Когда придет Куин оф Пейн Куин оф Пейн С пыла не вкачивал Здесь вард Наблюдает Зеленомастером Флай Крутится Вертится Как минимум Прогонит он Сейчас от опыта Куин оф Пейн От крипов Прошелся мимо Показал себя Намекнул Что нужно вести себя Аккуратнее И спокойно Удаляется В сторону леса Унлайт Пока что пытается Харасить мага Маг Недолго думаю Двинул там Колотушку Двинул еще разочек Ну и теперь же Пора отходить Получил рептайт Неприятно Салин Пока что стоит Один против Тимберсоу Сейчас придут саппорты И можно будет Как-то попробовать Эту Тимберсоу Даже Оформить У меня первая Реактив армора Эскейпа пока что нет То есть если сейчас Придет виномастер Как раз виномастер Удвигается Приподняли телекинезис Подбрасывает виномастер Тот заряжает Вензг Замедлил Нафир Получает достаточно Много урона Из ауэра Пытается блокить Отличный блок От луэсену флай Нафир Пытается бежать Он конечно В сторону вышки Но луна все равно Забирает Избад Отлично отыграно Как-то Раскарабрировался Немного Тимберсоу Здесь Важно понимать Что такой Трилойн Это Верная смерть Если высовываешься Из подвышки Достаточно большой Рейндж инициации Робик дотягивается Виномастер Как только замедлит Оттуда уже просто Не уйдешь Виномастер Получил уже второй То есть уже появилась Пассивка То есть если в следующий раз Зацепит То уже точно не уйдешь То есть будет еще Дополнительное замедление Пока что лейн запушен Пока что нофир Все таки получает Немного опыта Поэтому делаются Отпулы здесь Надо откатить лейн обратно И потом Было бы здорово Попробовать убить его Еще раз Чтобы он Мидгейм вышел Совсем недофармленным И желательно Еще и без опыта А на медиа На медиа резолюшн Здесь воюет Скин оф пейн На брат Рекваз пытается Регениться Набирает экзорт Помогает добивать Крипов Это неплохо Сарва есть Если что Пока что он Поедает Шаду страйки Получает харас От кин оф пейн Немного страдает В принципе Живет 6 лоскитов 3 динаев У кин оф пейн 10 лоскитов 6 динаев В алоха Алоха дэнс Чуть лучше Получается пока Важно понимать Что потом инвокер Вкачает свой экзорт И дела у него пойдут На поправку Кин оф пейн Опять продолжается Харас Внуждает инвокер Вкачает второй квас Но у инвокера Есть все еще сарва Рингов базилос Он получает Еще чуть больше урона Здесь на эфир Опять чуть было Не попался Но не стали Саппорты тратить ману Понимаешь Пока ни к чему Так Клснап Сразу же прыгивает Квин оф пейн Знаю что с этим Шутки плохи Форс перед Вдвоем с инвокером Достаточно неприятно Неприятно Много урона Могут нанести Волуус ламфлай Пытался здесь Подсидеть Он конечно Тиберсо Пытался его подловить Но пока что Просто показывает Что не стоит Выходить вообще Вот за эту полосу Примерно Крутится Все еще Тибер пытается Получать хоть какой-то опыт Но Виномастер За этим следит А Рубик пока делает Отпулы По очереди Они вот так вот ходят Так Что же здесь происходит Здесь ходит мак Бьет колотушка До сих пор Инлайта Инлайта Делает двойные отпулы Пытался забрать Крипов Двойной отпулы В любом случае Не получается Ну и мак Здесь как сыр В масле катается В принципе Видно что Опыта он получает Саппорт Его пока что Не гоняет Сравнение с Афиром Который пошел Получать опыт В итоге Вынужден Ману тратить Вынужден Улетать Ага Мак в итоге Подловил еще Аниксосасин Не получилось Зажать Офкоги Если бы зажал Возможно Даже добил бы Даже скорее всего Резолюшн Очень мало У него хп Кулснап дает От крипов Страдает Кейн оф Пейн Очень сильно Пострадал Кстати Прям таки Совсем сильно Есть Сальва Конечно Бутылка пустая Отпивается Сальва А Реген Забирает Рубик Сальва Трасти Резолюшн То есть Выбили друг из друга Реген Дальше можно Продолжать По новой Так Ну что Тимберсо Опять Крипов К нему приводит Саппорты Крутятся Хотят Подсидеть Попробовать Сего как-то Подловить Но Тем же самым Здесь занимаются И Флипсайд Ну пока Как-то Не получается У них Подловить Пока что Они другими Делами Занимаются Здесь Энлайт Ходит Как я понимаю Эллиминейт Он здесь Фармил Потихоньку Джанглит Только Второго уровня Пока что Кипра Взлайт Третий уровень Никс Ассасин В принципе Третий уровень Рубик То есть Не так Сильно Отстают Резолюшн Продолжает Страдать От шедустрайков Ну Шедустрайк 110 мана Теперь он стоит 679 Собственно Из-за этого Так неприятно Стал Queen of Pain Лейнить Не стесняется Набрасывает Каждый раз Трастит Ману Бутылку Носит Куриром Вроде бы Мана Хватает Темирсов Пошел на разведку Закупает Ботинок себе Так Клокерка Находит Находит Никса Никс Дает Стан Принимается Обижаюсь Понимаешь Что С Клокерком Он сражаться В одиночку Не сможет Сайнлайт Продолжает Он стак себе Сделал Ждет Сейчас Опять Еще один Стак Сделает И начнет Разбирать Своими Элиминейтами Своими Лошадками Мак Стоит Здесь Страдает От троллей Как бы не попался Мак Приходит Приходит Нага Наконец Очень мало ХП Конечно У Никса Коги Но Нага Оказывается В когах И Мак Похоже За это Погибнет Прожимает Стик На стике Похоже Было достаточно Много Зарядов Я не успел Посмотреть Отпивается Сальва Не получилось Его подловить В итоге Сейчас Будет Какой-то Хитрый план Хитрой комбинации По убийству Тимберсова Крипы Правда Заходят На вышку Но Луна Уже С Айгисом Начинает Постепенно Богатеть Понимает Сальвен Что пространства У нее Очень много То есть Пока Им дает Время Фармить В агрессивный режим Флипсайт Переходить Пока не планирует Поэтому Можно и купить Мидас И спокойно С Мидасом Пофармить Конечно Блокимбар Это немного Откладывает Но В перспективе Это все Окупится Быстрее Появятся Все следующие Слоты Макс Забирает Крипов Сейчас получит Шестой И как я понимаю Первые передвижения Должны быть От клокерка То есть Вот он сейчас Вкачает Хукшот Мана Конечно у нее нет Пока что стоит Пока что ждет Посмотрим Возможно что-то Принесет Бутылку Например Бутылка Прилетает Курьером Так здесь Два саппорта Квин оф пейн Квин оф пейн Восьмого уже Урона Очень много Внесет С своих сплов Но пока что Маны На весь проказ Не хватает Поэтому особо Не суется Она на инвокера А у саппорта Похоже Какой-то план По убийству Мага Но Клокерок Основание Не дает Спокойно Стоит подушка И вроде как Так Выходит Выходит На клокерка Далее Мы рептайд Уже здесь Минусонули Мармор Клокерк Недолго думает Забегает В лес В лесу Стоит Проехались Помимо лошадьми Но Даже заряжается Эллиминейт Не стал Инлайт Как-то не пошло Немного с ганком Клокерк спрятался Посмотрел Где все Влетает Хукшот Он двоих Как-то Он умудрится Поставить Осарапал Он Никса Инлайт Попался Инлайт Моментально Погибает В погоне За КВЕ Поймает Никса Пока Разворачивается В итоге Маг его догнал Получает Даблкил Ганк Пошел Совершенно Не так Как хотелось Виномастеру Даже прилетать Не надо Ну В принципе Если бы он Флай уже пятого Кстати Есть третий Варды Третий Плейгвард Можно начинать Пушить Пока что Ходит Просто Дает Вижен Он Понимает Что Скорее Все На Инвокер Кто-то Перебежит Сейчас Погибли Двое Саппортов Где-то Они Объявятся И было бы Здорово Посмотреть Где Именно Похоже Они Вдаем Инвокером Постепенно Начинают Пушить Денает Варды Свои Не дает Квин Пытается Воевать Вардами Но Скоро Резолюшн Уже Получит Свою Девятый Уровень Появится Второй Форс Перед Тогда Все Станет Совсем Неприятно Вышка Начнет Падать Очень Быстро Виноватер Понял Что На Меде Он Пока Что Не Нужно Ждать Девятый Уровень Все Так Войн Уокером Сален Бегает По лесам Ищет Крипов Которых Можно Съесть Находит Ролей Троля Можно Пофармить Курьер Приносил Варды Ну В общем Такой Неторопливый Early game 3-0 Конечно Счет Empire Подловили Они Сначала Timber Сол 2 Кила Получил Маг Похоже Сам Того Не Ожидая Ну И Хукшот У него Откатился Он Готов Продолжать Свои Путешествия То есть Пока Что К нему Приходили Враги Но Возможно Настало Время Самому Куда То Заявиться И Кого То Попробовать Ловить И Убить Ну Не Совсем Понятно Кого Queen of Payne Queen of Payne Получает Класс На Подпрыгивает Queen of Payne Ловить Клокер Разве Что После Блинка Надо То есть Надо Разводить Сначала На Блинк Какие Многоходовые Комбинации Саппорты Ввозятся В лесу Вот Как раз В лесу Было бы здорово Нойти Саппорту Например Энлайта Как раз Идет Клокер Видит Энлайта Хукшот Не попадает Как-то Он На Скидку Бросил Безвижна И Queen of Payne Уже Бежит Queen of Payne Хочет Убивать Людей Но Видит Что Там Еще Именно Майтер Десятая Минута Пока Что Пожалуй Самый Неторопливый Играет Из Тех Которые У нас Были Импорт Не торопится Они знают Что у них Преимущество Они Преимущество Продолжают Так У Сайлент У Сайлент Неприятно Сайлент Моментально Погибает Продолжают Атаку На Ванскор Ванскор Пытает Улететь Неужели Улетит Еще один Улетает Ванскор Оказывается На Фонтане Тикает На нем Конечно Шедоустрайк Но Шедоустрайк Первого уровня То есть Парахили Суробик Очень быстро Среагировал Ванскор Улетел А вот Сайлент Просто Развалился Пять зарядов Было На стике Ну Пять зарядов Быму Явно Не помогли Мидас У меня есть Купил Теперь еще Агроклаб То есть В следующий раз Все таки Будет у меня Достаточно здоровье Переключит Повертрейц Переживет Прокаст Но Учитывая Что там Еще эти Мерсо Пережить Прокаст Очень сложно То есть Возможно Даже этот Агроклаб Не поможет Все эти Дополнительные 24 сотни ХП Которые Он может Получить С базовыми Аземами Мерсо Очень быстро Солезает Все это Своей циркуляркой На резолюшн Слейна Он особо Не сходил Стоит Внимание Совершенно Не обращает На цеперсо Ковыряет Вышку Так Тем временем Влетает Влетает На стендин И просто Его уничтожили Маг На килинг спрей Вард Стоял Здесь Вард Очень удобный Для Рейдин На х-граунде Сам Клокерк Стоял Ну и Никса Они заодно Здесь Подловили Он Скоро Продолжает Получать Опыт Продолжает Ждать Совершенствую Уровень На флай Раз луна Не стала Доминатор Не стала Доминировать Скрипа Будет Сам Делать Сему Стаки Делать Стаки Для Сайлента Луна Потом Пробежит Все это Дело Разберет Маг Смотрит На Нагу Ну давайте Переключим На Нет Торс Так Будет Доступнее Нага Вторая По Нет Торсу На первом Месте Сайлент Что Достаточно Очевидно Учитывая Что Мидас Притом Уже Достаточно Давно У него Мидас Начинает Уже Постепенно Окупаться Ну а на Третьем Месте Квин Оф Пейн Квин Оф Пейн Появляется Обливаем Став Возможно Кстати Квин Оф Пейн Это Сейчас Разгонится И Выстрелит 1-0 У него Пока Счет 66 Крипов Имеет 18 Денаев Если Продолжать Будет Удачно Перемещаться По карте Приходить Куда Нужно В Нужное Время Все Будет Замечательно Но Пока Что Перемещается По карте Эмпайр Идет Флай С Резолюшном Загруппировались Надо Пропушить Лейн Здесь Этим Товарищем Вард Поставили Видит Но Фира Видит Тимберсот Тимберсот Неуверен Примещается Не знаю О том Где Кто Находится А Мак Тем Время Нашел Дабл Дэмш И Находят Инлайтер Хукшот Никак Здесь Не выживет Этот Это Кипер Узлайт Пока Это Происходило Тимберсот Тоже Погибает То Это Первая Вышка Мак Продолжает Разгоняться У него Девятый Урон Уже По опыту Скоро Поедет Уже Второй Хукшот Ну и Богатеет Постепенно Появляются Запчасти Для Для Блейдмейла Его А первая Вышка Достается Виномастеру Так Вторая Вышка Чебы Не досталось Кайнаф Пын Очень вовремя Нажали Фритфай И спокойно Заденали Эмпайр Всегда на шаг Впереди Соперин Как видно Пока что Флипсайд Как-то Собраться По одному страдает От Клокерка Постоянных ловит Пытался нафармить Быстро Мекку Инлайт В лесу Собственно Из-за этого Как я понял Брал Кипровзлайта Но это Пока не работает То есть Есть запчасти Для Бахлера Но до Мекки Еще очень далеко Ну а Нага фармит У Наги 1300 Давайте посмотрим Да Радианс Радианс поедет Буквально через минуту Кстати Поедет Радианс И Нага Это как раз Пожалуй Самая большая надежда Команда Флипсайд Что сейчас Радианс поедет Пойдут иллюзии По всем линиям И там уже Квин оф Пейн Сибирсовой Все остальные Смогут как-то Подлавливать Отпушивающих персонажей Накрубик Ворует Эллиминейт Поднимает Кукшоу здесь Летает сразу По двоим Опять Поцарапал здесь Маг Инлайт убили Квин оф Пейн И отпрыгивает Но все время Нага получает Наконец Точнее пока что Докупает Радианс Несет себе Просто Что мы не познали 14 минуту Но обычно Это очень быстрый Тайминг для Радианс Учитывая что Там и фрифарм И все такое проще Но по остальным По остальным Всем статьям Здесь уже достаточно Плохо все выглядит Для флипсайта Особенно учитывая что Тир 2 уже проседает Надо как-то дыхать Надо всех разгонять И было бы здорово Им подраться Дать пространство Для Наги Вот тогда уже Дела пойдут Точно на поправку Вон скоро Задувает Эллиминейт Расчищает крипов В обе стороны Летят Заставляется Портов Прохиливаться А Нага Начинает Здесь постепенно Формит Весь лес Своими иллюзиями Эмпайр Продолжает давление На меди Луну пока что Совсем не зовут То есть Сайлент пока что Сделает себе Номинатор Не торопится Он с Блоким Баром Узнает что Золото всегда успеет Его накопить И вышка Тир 2 Здесь все таки падает Достается инвокеру Резолюшн С форстафом Буквально сотни Осталось Поедется у нее Первая некрономика А вышку здесь Клокер Крутэкс Денайл Пыталась Нага Продавить здесь Своими людьми Просто продамажит Лично прийти И вышку забрать Не успела Немного Так ну что Давайте смотреть графики 5 тысяч 5 тысяч по золоту Есть у Эмпайр 2 тысячи у них По опыту Преимущество есть Преимущество в ранней игре Это и Мидаса И 7-1 Счет у них По киллам То есть по карте Все выглядит неплохо Но Опять же Нага Нага с ее радианцем То есть здесь Вопрос сейчас О передвижениях по карте Смогут ли Эмпайры Правильно передвигаться По карте Смогут ли они Подлавливать Это самую Нагу Убивать Собственно Маг пытается этим заняться Сейчас он приходит Видит что есть Огромное количество иллюзий Сама Нага Тоже здесь Смотрит Пытается придумать Где же находится Настоящее Подозревает что Да действительно Это настоящее Однако здесь на хаграунде Огромное количество народу Маг проседает Еще и рептайт Получил походя Понимает что пора Уже бежать все таки Здесь Инвокер Пытался подобраться его Обнаружила Квин оф пейнт Да еще и ровно забрала Квин оф пейнт Скоро появится оркет Квин оф пейнт В принципе Не отстает она особо От инвокера От резолюшина Остально перемещается на топ Начинает Проседаясь вышка на топе Ну надо подраться На самом деле попробовать Учитывая что есть радианс Надо придумать Провернуть комбинацию Нага купил себе Даже бутсов трейл То есть В принципе можно нажать Фортифайя прогнать луну Убить луну Отложить себе блоки бар Но этого делать не стали То есть готовы Утерять первые вышки Флипсайд Если это будет означать Что потом они Все таки смогут Какое-то преимущество Отбить Нага пошла Во вражеский лес Здесь пытались Разменяться вышками Но маг влетает Прогоняет Никса Просветили Никса убивает Мега килл мага Пока это происходило Здесь находят резолюшн Находят инвокера Инвокер дает себе Форстаф и просто уходит Сразу же Рекол на топ От инвайта Нага так всегда может делать То есть иллюзию вызывает на топ И отправляет их по топу Сама идет на бот Кышечком И потом ее призывает Обратно Даже деньги На телепорт И трассить Не нужно Вышку в итоге Поденали Эмпайр Эмпайр Все свои три вышки Поденали То есть Вообще золото не отдает Нисколько врагу Так поймали Поймали Коя на фейну прыгивает Более-менее Понятно Куда она Прыгнула На клокер Фукшот Свой уже трассил Трассил На лекса У Сайлента Есть уже Блэкин Бар Ну я думаю Импара сейчас Надо собираться Надо забирать Рошана Пытаться Навязывать драку И драку Желательно еще и выиграть И тогда уже Все будет точно Замечательно Пока что Все-таки витает В воздухе неопределенность То есть там и Кейн оф Пейн с Сайлентом И Нага Североденцем Который скоро сделает Еще один слот Как видно Нага несмотря на Мидас За счет своих иллюзий За счет такого Распределенного фарма Так То есть нашли Никса в очередной раз Нашли, убили Ну это Рошан Онлайт пытается Сплитпушить Здесь Нага Плещется Особо не помогает Рошана очень быстро убивает Это и Варда Виномастера И Некрономика Не успеет туда Никто прибежать Да и в принципе не хотят Как видно Флипсайд Айгис достает в луне Но как-то даже за сплитпуш Но в принципе Половину вышки сломали То есть Если какой-то решительный пуш От Эмпайра Им получится отбить За счет комбинации Наги Квин оф Пейн Которых мы пока что не видели Посмотрим Что тогда будет Резолюшн Сайлент получил Продолжает Бивать Квин оф Пейн Квин оф Пейн Дафник Бласт Не успел Пропал Слишком поздно Сайлент Квин оф Пейн Успел улететь Никс продолжает Искать свою жертву Четыре раза Он уже попался Собственно Магу он чаще всего попадает С Клокерк Очень активно играет Похоже Клокерк Намеревается Собирать Похоже Штормлет Посмотрим Возможно Вейлоб Дискорд Сейчас скоро узнаем Магического урона Огромное количество Учитывая что Виноматера Здесь поезд новый Учитывая что У нас Ее эклипсен То есть В принципе Вейлоб Дискорд Неплохо зайдет Сама Клокерк Тоже Урон В большинстве Магический Включил Блэйдмэл Тоже Все работает Да Вейлоб Дискорд Влетел И так далее Так Ну Как мы видим Несмотря на свое преимущество 20 минута 9-1 счет Здесь 6000 преимущества Здесь Даже 3000 преимущества Нет у Эмпайр По опыту То есть Несмотря на все Они По карте Не так и много Имеют Пространства Нага ходит Во вражеском лесу Как у себя дома Все луины Отпушиваются Так Вейлоб Дискорд Третий Экрономик О Самый большой вопрос Сейчас хватит Ляду и Наги То есть Нужно еще Какой-то сплитпушер Желательно еще С некрономиками Желательно еще И с трейтими То есть Возможно Эту роль Могла бы выполнять Коин оф Пейн Но пока что Она этого не делает Так Сбивает Сбивает телепорт Надо петь песню Песню поет Но все равно погибает Похоже Переоценивает Свои силы Товарищ Первая смерть У Наги И как бы сейчас За эту смерть Ничего не сломали Пока что здесь Расчищает варды Отпушивает лейны Лейны сильно запушены Находникся Сразу Парасвечит Его убивает Просто Санстрайк Квайт урона А тем временем Пытались убить мага Слышно было Что кого-то призывает Призывали Похоже Что Тимберсоу На маг Сам очищает Жертву Видит Не попадает Он все-таки Пейнлайт Видит его Краем глаза Пугает Как может Сразу перемещается На бот Получает Люсенбим Деловит Отгоняет Моментально Луна Некрано Умк Она уже погибла Но в принципе Справиться можно И с вардами И с форспиритами Санстрайк Влетел Санстрайк Винлайт Винлайт Чуть было не погиб Винлакера Чуть было не оформил Здесь А на топе Пока что Квин оф Пейн Занимается Сплитпушем Сейчас она намекает Что хочет Там забрать Эту вышку Но Возможно Появится Сейчас кто-то Еще Со стороны Эмпайра Либо Сам маг Как-то Сориентируется Эта Квин оф Пейн Прогонит В принципе Она и так Ушла Очень сильно Сдает позиции Из-за этой смерти Наги То есть Если бы Нага не погибала Если бы У нее продолжали Копиться Деньги Если бы Что-то Какие-то Слоты Появлялись Лейны Отпушились То Все было бы Не так и плохо У Флипсайд Но Если еще раз Поймать Нагу Я думаю Последствия Для них Будут Катастрофическими Да Действительно Армлет Кстати Делает Маг Как и Армлет Уже Доделал Все готово А по Бутлайну Побежали Энлайт С Тимберсо Если что Позовут еще И Нагу Нага Пока что На топе Хочется Надо добрать Все-таки Эту вышку Ну и такая Интересная игра Пожалуй Второй матч У нас Второй матч У нас На этом турнире Где Работает Строго По вышкам Так Влетает Влетает Энлайт Паузу Почему-то Не ставят Сейчас посмотрим Резолюшн Попаст Резолюшн Просто уничтожает Здесь Как-то он зашел Просто Воровский лес Ставит Наконец Паузу Заметит Что вылетел Давайте Подождем Как-то Инвокер Похоже Охрабрел Один с два Конечно счет Но Один с два Это Пока что Не залог успеха Особенно учитывая Что Ну по вышкам На две вышки Опережают Эмпайр Го-го Паузу Заджимает Инвокер Потеряли Есть Идут все остальные Идет Сален В частности С фанскором Встань Таня Никса Ну и Никс Единственная жертва Погибает Никс Шестой раз Нага здесь Отпушит Давайте посмотрим Ну вышка целая То есть Нескоро ее докуряет На топе Лейн тоже Отпушен То есть В принципе И здесь Тауэр целый Эмпайра Собираются На бой У них есть Аегис Аегис Можно потратить Надо дождаться Инвокера И потом уже Можно смело Нападать Инвокера Хотел собрать Себе Бутся в трейл Но Бутся в трейл Пока что Не получается Накопить Как-то уж Больно он Неловко зашел Так Появляется Витальти Бустер Гема Виноматера Полностью Контролируется Весь регион За счет Вардов Виноматера То есть Здесь Вон не только Прийти И забрать Вышку Собрать золото Опять Вылетает Инлайт Посмотрим Будут ли Ставить паузу Вышку Не стали Защищать Хотят В обмен Забрать Тир-2 Здесь Разменять Тир-2 Тир-2 И потом Забрать Еще Эту Вушка Но Стоит Понимать Что это Последний Минейшний Тауэр То есть Дальше Уже Только Хайграунд И Сайлент Как я Понимаю Вполне Готов На Хайграунд Заходить То есть Сплит Пушим Здесь Уже Навряд ли Получится Напугать Посмотрим Будут ли Что-то Нет Отпушовать Лайны Все-таки Приходит Ванскор Здесь Хватит Резолюшный Вот Как раз Сейчас Можно Подлавливать Не самый Лучший Вариант Не Проходить Около Некро Немкнов Попался Опять Ник Сассаж Ник Сассаж Все-таки Погибает От Некра Ворьера Здесь Происходит Девординг Есть Огромное Количество Крипов На Миде рада что топ пушится сейчас у команды флипсайд притает блоким бар для queen of pain и сейчас но как-то очень мне странно что флипсайт не пробовали подраться они могли это сделать как только появился радианс как только появился саленс у queen of pain можно было попробовать что-то соорудить что-то как-то попробовать но делать это не стали решили что хватает у них пространство что сейчас нога начнет отпушивать и похоже что что это была ошибка то есть они дают дают время дают время на фарм для empire empire свои вещи копит летят басов тревел для резолюшна летит курьер несет рецепт луна слоты копит есть же мотостава есть уже 2 700 2 900 уже сверху 3000 то есть луна и скоро появится очередной слот ну и там же можно будет спокойно набегать и драться драк уже скоро никак не выиграет флипсайды в принципе уже навряд ли они выигрывают раз что по одиночке никого твой призывает кого-то и на здесь на помощь воде заходит уже практически на хагран то есть сален стоит ковыряет у него эгисим не то есть уже пропал собственно и сам разы поменял на другой слот поковыряли согнали всех обратно базу кроме ноги нога только-только летит ну и начинается осада упадет сейчас конечно тир-2 если никто не вернется страны парно импайр идут на такой риск на что если они заберут сторону то тир-2 по сравнению с этим ничего не будет значить переаграют скрипы на крипов прилетают и похоже это будет еще один данной давайте посмотрим на действительно ты на этом парк четвертый данной tower еще ни одной вышки толком не смогли забрать флипсай то есть все вышки были с данной нет как который пока что флипсайд продамаживает даже просят уже дать хоть один tower что за дела очень аккуратный пара работает в этом плане что в общем-то достойное уважение маг гарантирует что следующий товар а дадут но посмотрим будет ли это самый следующий tower здесь нажимая смог мы пошли на охоту на топе бегать silent никого не боится vision есть полный понимаю что здесь все сгруппировались на бутоне можно помиду просто идти все разламывать было бы здорово конечно найти кого-то рядом ходите мир со луна отправляет свои иллюзии перехватывает крипов так находит находит все таки здесь в первую очередь убивает ногу самого основного товарища но фир пытается бежать как раз увидеть находит вордом виномастер но тимирсова выживают нога понимаешь что без нее сейчас игра будет проиграна и поэтому она выкупается посмотрим смог ли отбиться здесь пока что ломает автор хоть какой-то размен пытается сделать вышку наконец-то сломали там queen of fine действительно получает первую вышку как и обещал маг не полицей туда никто донос иллюзии ходят всех прожигают но silent уже ничего не боится купил себе иголсонку купил себе лук очень много вардов можно перевозить for spirit of но пока что резолюши набирает всякие другие вещи поставил достаточно странная с волом так ну вышка можно добить как бы сейчас не издана лет все-таки кое-что то даже донали флиссайд сален продолжает проседать можно отойти про хилиться пока что но продолжать торопиться возможно даже не стоит но сейчас узнаем насколько настойчивый empire своем решении есть по графикам в принципе все видно что 12000 по дому графику 10 тысяч по другому огромное количество то есть просто как-то не хотели даже пытаться как-то драться как-то размениться на ленинге флипсайд пытались они убивать клокерка и закончили с даблки он так влетает влетает там маг тем временем queen of pain напрямую кричал на вас скоро ванскор действительно убивает пошла песня пошли блоки бары пошел эклипс убивает в итоге тимберсов первую очередь иногда отправляет в сторону фонтана со строка буквально чуть-чуть не достали но правда там блоким бар был то есть все равно бы не убили приходит некрономика на и сторона защищается посмотрим вернутся ли обратно да возвращается обратно виномастер надо дефать нельзя чтобы здесь ушка так проседала и сторону сломали рошан живой можно отойти можно закупиться и дальше планомерно можно постепенно проносить все пока что вроде все работает луне летит ее бетерфляй скоро появится еще сатаник рода фаса здесь покупать виномастер 300 резолюшна так ну что ногам мант оставил не есть конечно 2000 у нее в кармане есть большие сомнения что она сможет драться с аллен там салин ты лайфстил есть нет райт клик в бетерфляй спасает так его поймали поймали маг который отправился на приключения пытался себе тинлай там просто улетает штанов не совсем сам страйк убиваются откинлайта санстрайком отлично отыграл резолюшн а если рубик с блингдайгером хочет веровать с пылу поставил вард просто так ну что надо как-то просто собраться всем стороны empire сбежаться все вместе резолюшн пока что воюет с иллюзиями другая иллюзия здесь гоняется за ванскором и ванскор между прочим неплохо от него пострадал здесь зарядов на уроне нет совсем скорее всего придется либо лететь на базу да действительно выбирать лететь на базу рисковать не хочет вай тоже находит на гу плюнулся при на гелем и рашан про рашанс помню так здесь клокер пытается кого-то пугает раша надо добивать битвы очень быстро но не пойдут на рашан то есть уже видно что на базе зажат постепенно зажимают empire команда флипсайд все войны отпушиваться на конечно пытается с вами людям что-то сделать на пока что участь не так успешно а егес x для сайента надо от пуш трейн и был бы здорово щекот подловить и собственно здесь ходит товарищ тимберсон пошли его искать приподняли никуда он отсюда уже не денется пытается прыгать за ним прыгать ванскор голос на отдали чтобы не распилил между прочим рубика на уровне на себе нурну то есть сейчас отопьется летает по деревьям ассалин здесь убил крипов стоит ждет своих нога с дабл-дамиджом побежала пытаться как-то что-то что-то сплит пушить на сплит пушить здесь уже навряд ли выйдет потому что крипов просто нет крипы есть у queen of pain то есть принципе если нога пробежит сюда то можно заставить вернуться на базу но я думаю empire в разы быстрее все разломает особенно учитывая что и склокер уже обитать на войны и начинай погибать приходит queen of pain думаю что здесь можно сделать ничего есть особо не сделать саня туда и стану вышка падает и постепенно разломаться и уже и бараки но пожалуй пожалуй наименее впечатляющий матч эту турниру покажет то есть пока что липс от как-то они достаточно странную стратегию брали взяли ногу особых сплит пушеров по имени было не так много так здесь нападение техник глаз дали нога нога все-таки погибает здесь солен дарим и все-таки монолик келлинг спири у него и но в плен влетает нападать на файл файл заданали на мастера и на пыль пытается упрыгивать упрыгивает мы будем говорят липса это не прямо что затягивать матч здесь смысла особого нет добили ракеты добили в итоге но это взрывается что 33 минуты ну могло быть и побыстрее но тем не менее на газ и радианса все немножко подпортил он подпортил немного на планы empire но в то же время уверенно стабильно empire отыграли флипсайт пока что толком нам ничего не показали посмотрим что будет следующем матче а пока небольшой перерыв 5-10 минут